Трёхангельская весть Пастор Стивен Борг, как прославить Бога? Склоним головы в молитве. Отец Небесный и Бог, как мы рады снова пребывать в Твоём присутствии. Благодарим Тебя за Твоё Святое Слово, которое способно руководить нами в этом запутанном мире. Мы просим, чтобы во время нашего изучения того, что значит прославить Твоё Святое Имя, чтобы Ты был с нами, обращался к нашим сердцам посредством служения Твоего Святого Духа, даровал нам понимание, даровал нам смиренное сердце для принятия Слова Истины. Благодарим Тебя, Отец, за услышанную молитву. И мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы прочесть для начала тексты, которые мы изучали на прошлом занятии. Книга Откровения, глава 14, стихи 6 и 7. Как вы помните, мы изучали с вами 10 великих фактов относительно Трёхангельской вести. Мы также изучали понятия Вечной Евангелия. На последней встрече мы обсуждали, что значит бояться Бога. Сегодня мы поговорим о том, что значит воздать славу Богу. Прочтем названный текст Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Сегодня мы будем изучать второе повеление вести первого ангела. Мы имеем три повеления в вести первого ангела. Первое повеление – убояться Бога. Второе повеление – воздать Ему славу. Третье повеление – поклониться Богу-Творцу. Читая Библию, немного странно узнать, что нам нужно воздать славу Богу или поделиться с Ним славой. Ведь Библия показывает нам, что у нас нет никакой собственной славы, чтобы ею делиться. Откроем послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Римлянам 3, 23. Наш вопрос – как мы можем поделиться с Богом славой, если у нас этой славы вообще нет? Как можно дать то, чего мы не имеем? Римлянам 3, 23 стих. Там сказано «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Это выражение «лишены» указывает на отсутствие. Поэтому мы можем прочесть эти слова так. «Все согрешили и не имеют славы Божьей». Эта слава просто отсутствует. Поэтому мы спрашиваем, как можно воздать или дать славу Богу, не имея этой славы по причине того, что грех всю эту славу у нас отнял. Для ответа на этот вопрос нам нужно задать другой вопрос и хорошенько о нем задуматься. Другой вопрос звучит так. Что такое слава Божья? Чтобы прославить Бога, нам нужно прежде всего понимать, что же такое слава Божья. В Библии слава Божья рассматривается под двумя различными углами. Первый аспект славы Божьей – это яркий, неприступный свет, от вида которого люди на земле падали так, как будто взамертво. К примеру, вы помните, как Иисус воскрес из мертвых. Библия говорит, что при этом произошло великое землетрясение. Два ангела сошли с неба, всего лишь два ангела, а не сам Бог. Два ангела сошли с неба, и Библия говорит, что их слава заставило присутствующих людей упасть на землю так, как будто они мертвы. Это и есть первый аспект славы Божьей, его свет, неприступный свет, как Библия описывает его в послании Якова. Я хотел бы прочесть отрывок Писания, где описан этот аспект славы Божьей, его внешней славы или его сияния. Книга Исход, 24 глава, стихи с 15 по 17. Здесь говорится о происшедшем у подножия горы Синай. Мы читаем так. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила, или сошла на гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней». К счастью, это длилось шесть дней, потому что если бы Бог убрал облако, никто не остался бы жив. Далее мы читаем. «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Ведь же славы Господней на вершине горы был перед глазами сынов Израилев, как огонь поедающий». Это и есть слава Божия, подобная поглощающему или поедающему огню. Это внешний славный свет, перед которым ни один человек не может остаться в живых. Но ведь первого ангела, весь первого ангела, имеет в виду не этот аспект славы Божьей. Слава Божья, о которой идет речь в первой вести, это нечто другое, имеющее отношение к внутреннему состоянию Бога, если можно это так назвать. Здесь речь идет не об ярком внешнем свете, а о внутренней славе. Видите ли, Божья внешняя слава просто отражает другую славу, которую Бог имеет внутри себя, духовную славу его внутреннего существа. Это похоже на Адама и Еву. Мы знаем, что они были одеты в славные одежды света, которые являлись знаком их святого характера, их святости и невинности, их послушанию закону Божьему. Поэтому и Божья внешняя слава просто является внешним проявлением его внутреннего характера, его милости, его любви, истинной верности, его благости. Для того, чтобы понять эту внутреннюю славу и как мы можем дать славу Богу, нам нужно немного коснуться истории Моисея. Знаете ли вы, что Моисей – это прообраз Иисуса? В книге «Второзаконие» 18 глава стих 11, «Второзаконие» 18-11, между прочим, все эти тексты приведены на розданных вам листах бумаги, так что вы можете читать их вместе со мной. В данном тексте мы читаем «Я воздвигну из им пророка, из среды братьев их, такого как ты, то есть как Моисей, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Как видите, Бог обещает им, что воздвигнет для Израиля пророка, подобного Моисею. Немного позже мы обнаружим, что пророк, подобный Моисею, это никто иной, как Иисус Христос. Давайте немного рассмотрим Моисея как прообраз или прототип Иисуса Христа, пришедшего в наш мир позже. Моисей был на вершине горы Синай. Он провел там немало времени. Прочнем в книге «Исход», глава 33, стих 18. «Просьбу, которую Моисей вознес к Богу». Исход 33, 11. «Моисей сказал, «Покажи мне», сказал Богу, «покажи мне славу Твою». Что Моисей хотел видеть? Он желал видеть славу Божию. Не думаете ли вы, что Бог в ответ на эту просьбу снимет с себя какое-то покрывало и показывает Моисею свой сияющий неприступный свет? Но Бог показал Моисею совсем не это. Бог показал Моисею не этот внешний сияющий свет, эту одежду света. Он показал ему свой характер. В книге «Исход» 33, глава 11, стих в следующем же тексте сказано «И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю благость мою», дословный перевод, «и провозглашу имя Господа перед Тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Итак, в ответ на просьбу Моисея показать свою славу, Бог говорит ему о своей благости, о своей милости и о своем сострадании. То есть Бог открывает Моисею свой внутренний характер. Но его сияющий свет – это внешнее проявление его характера, различных черт его характера. В книге «Исход» 34, глава, стихи с 5 по 7, здесь снова встречается та же самая идея. «Исход» 34, глава, стихи с 5 по 7. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы». Как вы помните, в 33, главе, 19 стихе, Бог также сказал, что провозгласит свое имя. Здесь же мы видим исполнение этого обещания, записанного в том тексте. Стих 6. «И прошел Господь пред лицом Его» точно так же мы читаем и в том тексте. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, и богатый благостью и истинной, дословный перевод, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, детях и детях детей до третьего и четвертого рода». Вы заметили, что Бог здесь показывает Моисею свой характер. Он говорит с ним о своей милости, благости, долготерпении, обилии благости и истины, милосердии, прощении грехов, но не оправдывающей виновного, что значит, он также является Богом справедливости. И эта черта, согласно Писанию, является одной из неотъемлемых черт его характера. Поэтому, когда Моисей сказал, «Господь, покажи мне свою славу», Бог показал Моисею свой характер. Открыл ему свой характер. Слава Божья в Библии открывается в его благости, проявившейся в сотворении и в искуплении. Бог прославился в творении, в спасении и искуплении. В Псалме 18, стих 1, «Дело рук Божьих, Его творение и есть Его слава, потому что оно открывает Божью щедрость, Его благость и Его милость». Псалм 18, стих 1. Этот очень известный текст гласит, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Заметьте, что слава Божья видна в Его творении. Но согласно Библии, Божий характер также виден в Его делах искупления, или спасения. Псалм 78, стих 9. Здесь записана молитва Израиля к Богу. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы и имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Согласно этих слов, слава Божья проявляется в спасении, открывается в прощении грехов и избавлении Его народа. Бог – это Отец, любящий спасать и избавлять Свой народ и прощать их грехи. Псалм 84, стих 10. Здесь снова встречается идея о том, что спасение – это слава Божья, потому что спасение – это откровение Божьего характера. Бог любит спасать людей. Псалм 84, стих 10. «Так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей». Заметьте, что когда Бог спасает, слава Его обитает в этой земле. Итак, что Бог показал Моисею в ответ на его просьбу открыть Свою славу? Он показал Свой характер. Бог ответил Моисею на вопрос «Кто ты такой?» возвести в черты своего внутреннего существа. Интересно отметить, что произошло, когда Моисей сошел с горы Синай. Книга «Исход», 34, глава, стих 29. С Моисеем произошло нечто необычное, когда он сошел с этой горы после нахождения в присутствии Божьем и после знакомства с характером Божьим. Там сказано «Когда сходил Моисей с горы Синайя, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошедствии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его, дословно кожа лица его, стала сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Что произошло с Моисеем, когда он сходил с горы после пребывания с Господом и после того, как Господь провозгласил ему свое имя и показал ему свой характер? В Библии говорит, что лицо Моисея при сошедствии с горы сияло. Позвольте спросить, чьей славой сияло лицо Моисея? Это была слава Господня. Видите ли, слава Господа заразительна. Когда Бог показывает свой характер, этот характер начинает отражаться согласно Писанию. Прочту из 33 главы книги Исход, стих 11. «И говорил Господь с Моисеем, как лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Между прочим, это был не единственный случай, когда Моисей находился в присутствии Господа. Как вы помните, Моисей был в земле Мадиамской 40 лет, и он общался там с Богом на той горе, где позже 10 заповедей были открыты людям. Поэтому Моисей провел там не просто несколько дней на вершине этой горы, он провел с Богом многие годы. И по свидетельству Библии, после таких встреч с Богом, слава Божия отражалась и от Моисея. Скажем это так, характер Бога заразителен. Разве слава, которая сияла лицом Моисея, не была только внешним проявлением того, что характер Божий осветил саму жизнь Моисея во время общения с Богом? Вы спросите, как это возможно? Заметьте, что написано в книге «Чисел» 12 глава стих 3. Библия сообщает о Моисее нечто очень интересное. Книга «Чисел» 12.3. «Моисей же был человек очень смиренный» к современной переводе. В другом переводе сказано, что Моисей был очень кротким, кратчайший из всех людей на земле. Что означает слово «кроткий»? Позвольте прочесть определение этого слова и словаря. Медленный на гнев. Мягкий. Терпеливый. Сдержанный. Добрый. Послушный. Покорный. Учтивый. Сострадательный. Смиренный. Милостивый. Затем следует такое определение, имеющий божественную способность сдерживать себя перед лицом враждебной критики. Позвольте спросить, обладал ли Моисей всеми этими качествами? Да, обладал. Но следующий вопрос таков. Был ли он таким в течение своих первых сорока лет в жизни в Египте? Ну, конечно, нет. Прочтем написанное в книге «Исход», вторая глава, стихи 11-12. Перед тем, как он провел следующие 40 лет с Богом в земле Мадиамской и перед тем, как отправиться с Израилем в пустыню, он был весьма жестоким человеком. Он имел вспыльчивый характер еще до того, как проводил время с Богом. Книга «Исход». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилю, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Позвольте спросить, имел ли Моисей жестокий характер? Конечно, да. Он восстал на египтянина и убил его, убил своего соотечественника, своего земляка. Моисей, живя в Египте, в окружении славы, власти и известности, впитал в себя идеи и миропонимания Египта. И жизнь Моисея можно разделить на три разных сорокалетних, равных сорокалетних периода. Первые сорок лет он впитывал культуру и мировоззрение Египта, отражая этот Египет в жизни. Вторые сорок лет он провел с Господом в земле Мадиамской, ухаживая за овцами Афора. Там он проводил много времени с Богом на горе. В результате он стал кратчайшим человеком на земле. Затем были сорок лет заботы о Божьих духовных овцах в пустыне за Израилем, где он реализовывал тот опыт и характер Божий в своей жизни. Проявляли Моисеи терпение в течение тех сорока лет в пустыне? Одна из самых изумительных историй, которые я нахожу во всей Библии, это история Моисея. Когда он вел детей Израиля через пустыню в обитованную землю. Этот народ постоянно роптал и жаловался. Я, наверное, потерял бы свое терпение в первый же день. Но с Моисеем было не так. Все сорок лет, когда люди жаловались, Моисей отвечал им, «Позвольте мне посоветоваться с Господом». Он даже был готов отдать свою жизнь ради спасения Израиля на горе Синай. Моисей пережил такую трансформацию в своей жизни, потому что он провел немало времени с Богом. Сорок лет. На горе Хариф. И поэтому он впитал характер Бога, или позволил характеру Бога полностью его заполнить. Поэтому Моисей стал прообразом того, кто больше Моисея. Моисей стал представителем того, кто гораздо более велик, кто придет в будущем, и эта личность есть никто иной, как Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. В этом тексте мы находим того, кто больше Моисея. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Какой была слава Иисуса? Это была Его благодать и Его истина. Разве не эти черты предлежат самому Богу? Конечно, да. Для чего же Иисус пришел в наш мир? Иисус пришел явить миру славу Божьему, которая есть благодать и истина. Интересно отметить, что Иисус отражал миру не свою собственную славу. Он отражал миру славу своего Отца. Вы спросите, откуда нам знать об этом? Откроем 1 главу Евангелия от Иоанна, стих 18. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим». Это выражение означает очень тесную близость, подобно как ребенка прижимает груди. И так сказано, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Существует ли во Вселенной существо, способное открыть нам Бога Отца, кроме Иисуса Христа? Нет больше такого существа, потому что Иисус имел эти тесные отношения со Своим Отцом, и когда Иисус пришел в наш мир, Он пришел отразить миру славу Отца, чтобы люди, видя славу Его, воздали честь и славу Его Отцу. В 7 главе этого же Евангелия, 18 стих Иоанна 7, 18, сказано, что Иисус пришел отразить славу Отца. Поэтому, видя Иисуса, люди могли говорить «Слава Богу!» Они могли воздавать честь и славу Отцу. Иоанна 7, 18. Иисус там и говорит, «Говорящий Сам от Себя ищет славы Себе. А кто ищет славы пославшему Его?» Кто этот пославший Его? Бог Отец. Чьей славы Иисус искал? Пославшему Его. Тот истинен и нет неправедности в Нем. Дословный перевод. Я спрошу, открыл ли Иисус совершенным образом, отразил ли Он славный и чудный характер Своего Отца, когда был на земле? Открыл. Как же Иисус смог это сделать? Дело в том, что, подобно Моисею, Иисус также проводил время со Своим Отцом. Моисей сошел с горы Синай, чтобы явить славу самого Иисуса. Слава Иисуса впиталась в Моисея, и теперь Моисей отражал характер Иисуса. Однако Иисус, больший Моисея, пришел на эту землю и отражал славу Своего Отца в Своем характере тем, кто Ему встречался не для того, чтобы принять славу и честь себе, а принести славу и честь Своему Отцу. И поскольку Иисус проводил время со Своим Отцом, характер Его Отца был отражен в Его жизнь. В Евангелии от Матфея, 14 глава, 23 стих. Как Моисей проводил время с Богом на горе, так и Иисус проводил время со Своим Отцом на горе. Там сказано, «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Как видите, Он общался со Своим Отцом в молитве. Евангелие от Марка, 1 глава, стих 35. Там снова говорится о молитвенной жизни Иисуса, о том тесном общении, которое Он имел со Своим Отцом. Марка 1, 35. «А утром, встав весьма рано, весьма рано встал, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Вот почему, когда Иисус выходил утром после этой молитвы, ночь напролет, Он выходил и излучал славу Своего Отца Своим лицом, и когда Он исполнял Свои чудеса, люди говорили, «Бог определенно с этим человеком, потому что Он отражал славу Своего Отца, и отражая эту славу, Он воздавал честь и славу Ему, Богу Отцу». Он воздавал славу Отцу, отражая Его славу. Отражая. Второе послание Коринфянам 4, 6. Мы читаем, что слава, которую Иисус излучал, была слава Его Отца. Там сказано, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией». Заметьте, что Бог желает, чтобы Ему воздавали славу где? В лице Иисуса Христа. Почему Иисус отражал славу Своего Отца? Почему Он воздавал славу Отцу? Почему Он Его прославлял? Потому что Он принял славу Своего Отца и передал Ее людям в форме Божьего характера. Поэтому, когда люди видели характер Иисусу, они воздавали славу кому? Воздавали славу Богу. Интересно отметить, что в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 8 по 10 стихи, Иисус говорит интересные слова одному из своих учеников, Филиппу. Филипп сказал, «Мы желаем видеть Отца. Покажи нам Отца». Вы знаете этот отрывок? Иоанна, 14 глава. Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» Слова, которые Я говорю вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. И когда люди видели дела, совершаемые Иисусом, кого они прославляли? Неужели они говорили, «Какой великий человек?» Некоторые люди так говорили, но Бог желал, чтобы люди, в виде Иисуса, открывающего характер Отца миру, чтобы они говорили, «Какой удивительный Бог открывается миру через Иисуса». Это напомнило мне о моем любимом природном заповеднике в Соединенных Штатах, парк Гранд Титан в северной западной части штата Вайомин. У меня там есть одно любимое место, где я был несколько лет назад. Там расположено прекрасное озеро, а за этим озером скалистая гора со снежной вершиной. С другой стороны растут прекрасные сосны. Я был там утром, в то время, когда ветра совершенно не было. Солнце вышло, и открылся прекрасный вид. Возможно, вы видели фотографии этого места. Когда я делал фотографии этого места, я не мог понять, где у этой фотографии верх, а где низ. Потому что отражение в озере было настолько чистым, озеро было в это время настолько тихим и зеркальным, что невозможно было понять, где верх, где низ. Таким же образом, Иисус отражал славу своего Отца. И делал Он это своими делами, открывая в них характер Бога. Знаете ли вы, что в то время люди думали, что Бог посылает болезни на людей, чтобы наказать их за их грехи? Однажды ученики Христа спросили Его, кто согрешил, этот человек или родители Его, что Он родился слепым? Они думали, что прокаженные были прокляты Богом. Они даже называли проказу перстом Божьим, считая, что Бог карает людей болезнями. Но Иисус пришел показать им прямо противоположное, а именно, что Бог любит людей и желает им здоровья. Чудеса Иисуса, совершенные над больными, называются в Библии Его славой. Евангелие от Иоанна, 2 глава, стих 11. Иоанна 2, 11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Это когда Он превратил воду в вино. И что же Он сделал? И явил славу Свою. И уверовали в Него ученики Его. Когда Иисус совершил это чудо, что Он тем самым открыл? Он открыл Свою славу, которая была слава чьей? Слава Его Отца. Помните, как Иисус воскресил Лазаря? Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 4, а затем мы прочтем стих 40. Иисус, услышав то, сказал, когда Он услышал, что Лазарь был болен. Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Бог собирался явить Свою славу в этом событии. Стих 40. Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Я спрошу, проявляется ли слава Божья в исцелении больных и в помощи нуждающимся? Да, потому что Бог открывает свой характер через Господа Иисуса Христа. В книге «Деяний», глава 10, стих 38, также сказано о чудесных делах Иисуса. Мы читаем, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Почему Иисус совершал все эти дела? Потому что Бог был с Ним. Он открывал характер Бога, открывал славу Богу. И когда люди видели славу Божью, они лучше понимали, каков Бог, и поэтому воздавали Богу славу. В списке сегодняшних текстов у меня значатся также Евангелие от Луки 13.13, где сказано о женщине скорченной, которая не могла выпрямиться 18 лет. Библия говорит, что когда Иисус явил свою славу и исцелил ее, люди при этом воздали славу Богу, потому что Иисус открывал славу Божью. Луки 17.15, когда Иисус исцелил 10 прокаженных, один из них вернулся и воздал славу Богу за свое исцеление, потому что Бог явил свою славу через это великое чудо. Луки 18.43, там описан слепой человек, который был исцелен. И опять же люди воздали славу Богу, потому что Бог явил свою славу в исцелении этого человека. И даже когда Иисус воскресил сына вдовы из города Наин, то в Библии написано о том, что люди воздали славу Богу, потому что Иисус явил эту славу Божию. Уже под конец своей земной жизни Иисус вознес эту прекрасную молитву своему Отцу, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. Я прочту 4 стих, а затем 22 и 23. Иоанна 17.4 Иисус говорит следующее в молитве «Я прославил тебя». Другими словами, «воздал тебе славу». Как Иисус воздал славу Отцу? Открывая Ему славу, открывая эту славу, открывая свой славный характер, Он воздавал славу Своему Отцу. Вот она говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Стих 22. «И славу, которую ты дал Мне, Я дал им, да будут они едины, как мы едины». Вы понимаете суть сказанного? Слава, которую Отец дал Иисусу, Иисус дал им, чтобы они были едины, как мы едины. «Я в них, и ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Иисус называл Свою смерть самым ярким откровением славы Божьей. Почему? Потому что в смерти Иисуса мы видим самое чудное откровение Божьего характера, ведь Он показал Свою любовь, когда Иисус умер за нас. Он также показал Свою справедливость, потому что грех получил Своё полное возмездие. Поэтому на кресте характер Божий открылся как нигде больше. Иоанна 12 глава, стих 23-24. «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы говорили о Моисее. Моисей проводил время в общении с Богом. Он отражал славу Божью народу, открывая тот же характер Бога, с которым он общался на горе. Иисус пришел в этот мир, и открывая характер своего Отца, Он показал людям, каков характер Бога на самом деле. Но возникает вопрос насчет нас. Ведь весь первого ангела велит именно нам воздать славу Богу. Как нам воздать славу Богу? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Библия называет Иисуса солнцем праведности. Иисус назван светом миру, потому что Он и есть это солнце. Мы говорим на символическом языке. Иоанна 8, 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Кто назван светом миру? Иисус. Но что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа, о нас тогда говорится, что мы имеем свет жизни? Интересно то, что Библия называет светом миру не только Иисуса, но и желает нам быть светом миру. Вы скажете, «Но разве мы имеем свет, которым можно делиться?» Мы имеем только тот свет, который принимаем от Бога, принимаем от Иисуса Христа. Матфея 5 глава, стихи с 14 по 16. Иисус там обращается к нам. Он сказал, «Я свет миру», а сейчас Он говорит, «Вы свет миру». Как мы наряду с Иисусом можем быть светом миру? Позвольте привести иллюстрацию перед чтением последующих слов Иисуса. «Выходя днем на улицу, вы увидите солнце». Правильно? Редко вы увидите Луну. Обычно она днем не видна. Ночью вы видите Луну. Вы говорите, «Какая прекрасная Луна!» Вы только взгляните, прекрасная полная Луна. Но позвольте отметить, что Луна не была бы такой прекрасной, если бы она не получала свет от Солнца. Луна прекрасна именно потому, что получает свет от Солнца. Пока Луна имеет прямой контакт с Солнцем, она отражает Его свет миру. Таковыми должны быть наши отношения с Иисусом. Иисус для нас – это главное наше светило. Он имеет образцовый характер. И когда мы проводим с Ним время, Он сияет и в нашей жизни, потому что мы отражаем Его свет миру. Но мы не имеем света в самих себе. Мы можем только отражать свет. Продолжим читать слова Иисуса. Он говорит, «Вы – свет мира», «не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажевшись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». «Так да светит свет ваш перед людьми» Он говорит уже о нас. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели, что является этим светом». Это наши добрые дела. И чтобы затем они сказали, «Какой хороший человек этот пастор Борн! У него такой прекрасный характер!» Так люди будут реагировать. Заметьте, что говорит об этом Иисус. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Откуда приходят добрые дела? Они приходят от Бога. Вот почему люди прославляли Бога. Они не должны прославлять нас, видя, что мы только отражаем характер Бога в нашей жизни. 1 Петра 2.11. Там сказано, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь, здесь говорится о поведении, между язычниками, дабы они за то, за что злоствуют вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши». Как видите, добрые дела говорят о нашем характере. «Прославили Бога в день посещения». Когда мы отражаем славу Божью в этом мире, мир видит нас и говорит, «Какому чудному Богу служит этот пастор?» И это потому, что мы отражаем характер Бога. Мы воздаем славу Богу, потому что отражаем ее. Вы успеваете за моими рассуждениями? Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 8. Иоанна, 15, 8. Здесь Иисус говорит о виноградной лозе и ее ветвях. Он говорит, «Тем прославится Отец Мой». Вы желаете знать, как мы можем прославить Бога, как прославить Отца и воздать Ему славу, согласно вести первого ангела? Иисус говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Что же это за плод, который мы отражаем в нашей жизни? Иисус говорит, «Мой Отец прославляется, когда вы приносите много плода». Что же это за плод? Этим плодом является характер. Послание Галатам, 5 глава, стихи 22-24. Вы сами скажете мне, являются ли эти тексты описанием характера, когда Дух Святой входит в нашу жизнь, и мы отражаем славу Иисуса. Там написано, «Плод же Духа». Заметьте слово «плод». Иисус говорит, что мы прославляем Бога, производя плод. И апостол Павел пишет, «Плод же Духа – любовь». Это черта характера или нет? Да. Радость – это черта характера или нет? Несомненно. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Другими словами, когда мы приносим плоды Духа Святого в нашей жизни, люди смотрят на эту жизнь и говорят, «Вы только взгляните на Бога, которому служит этот человек. Какой милый характер у этого человека. Какой кроткий, добрый характер». Библия говорит, что Петр, умирая мучеником, воздал славу и честь Богу, потому что он отразил Божью верность в своей жизни. Он сказал, «Я буду верным до смерти». Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 18 и 19. Здесь Иисус говорит Петру следующее. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, ты прострешь руки твои», Иисус предсказывает распятие Петра. «Ты прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Позвольте спросить, если мы верны Богу и умрем, как мученики, воздаст ли это славу и честь Богу? Безусловно, да. Потому что это показывает абсолютное и полное посвящение Богу. Эта жертва, когда кто-то отдает свою жизнь, это откровение Божьего характера. Многие мученики своей смерти фактически привели многих других людей к ногам Иисуса. Потому что когда люди видели их умирающими и говорили, если этот человек умирает за свою веру, то эта вера должна чего-то стоить. Поэтому они принимали Евангелие Иисуса Христа. Таким образом, тоже приносилось много плода. Знаете ли вы, что, по словам Библии, в конце времени состоится последнее всемирное откровение славы Божьей? Откровение 18.1. Мы будем читать о том, как воздается слава Богу. После сего... Мы будем изучать эти слова более подробно в этой серии лекций. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его. Ожидательном ангела, рассекающего небо в своем полете над землей со славным светом, который виден всем. Об этом ли здесь говорится? Нет. Мы уже выяснили, что ангелы здесь символизируют народ. Другими словами, Божий народ будет отражать миру славу Божью, наполняя этой славой мир, славой Божией, которая является его характером. Заметьте, что сказано об этой славе в книге Исаии, 58 главе, в стихах 6 по 8. Здесь описано это слава последнего времени, которая заполнит весь мир. И что будет самым славным проявлением Божьего характера в истории мира? Люди будут убеждены в этом, они не скажут, взгляните на этот народ, на этих адвентистов, какие они милые люди. Нет, они будут говорить, взгляните на Бога, которому служит этот народ, взгляните на его характер, эти люди имеют связь с Богом. Исаия 58, 6. Бог говорит, «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, разделись голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом». Я спрошу, что здесь открывается в этих текстах? Здесь открывается любовь и благость Бога к миру. Разве не так? И сейчас мы прочтем о результате проявления этих черт характера. Стих 8. «Тогда откроется, откроется, как заря, свет твой. Когда мы кормим голодных, даем приют нищим, разторгаем всякое ермо, разрешаем тяжелые беремена людей, освобождаем угнетенных, то тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя». Что же значит «воздать славу Богу»? Воздать славу Богу просто означает отразить его характер миру. чтобы другие увидели Иисуса в нас и воздали славу и честь Его имени. Итак, выражение «воздать Ему славу» весьма недвусмысленно говорит нам о том, что последнее поколение, принявшее весь первого ангела, будет открывать миру что? Все аспекты характера Бога, потому что они имеют тесную связь с Иисусом. А сейчас давайте вкратце взглянем еще на одно измерение этого понятия «воздать славу». Первое послание Коринфянам, 6 глава, стихи 19-20. Есть еще один аспект, который нам нужно понимать, когда мы говорим о понятии «воздать славу Богу». Здесь говорится о заботе о наших телах и умах. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога, или воздавайте славу Богу, и в телах ваших, и в душах ваших, другими словами, в мыслях ваших, которые суть Божией. Позвольте спросить, имеет ли понятие «воздать славу Богу» какое-то отношение к заботе о своем теле? Имеет ли оно отношение к нашим мыслям? Конечно, имеет. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Написано так. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делаете как? Все делаете в славу Божьей. Влияет ли наше здоровье на наше отношение к людям? Многие христиане сегодня являются кофейными наркоманами. Когда они долго не употребляют кофе, они становятся раздражительными. Влияет ли это на их отношение к людям? Конечно, да. Если человек пьянеет от алкоголя, влияет ли это на его отношение к людям и на его слова? Конечно, да. Влияют ли ваши привычки в питании на ваше мышление и на поведение, если вы едите вредные продукты? Конечно, да. Одним словом, если мы не заботимся о своем теле, то мы не сможем отражать Иисуса в его полноте. Поэтому мы нуждаемся для этого в здоровом теле и в здоровом уме. Знаете ли вы, что мозг это физический орган? Ум функционирует именно в мозге. Состояние вашего тела влияет на состояние вашего мозга, а состояние вашего мозга влияет на вашу способность отражать характер Бога другим, а также на способность общаться с Богом. Потому что если мы имеем затуманенный чем-то ум, наше общение с Богом не будет полноценным и наше обращение с другими людьми не будет соответствовать Божьему плану. Поэтому весь первого ангела также призывает нас прославлять Бога в нашем теле и в нашем духе, который принадлежит Богу. Я бы хотел прочесть один текст в завершении нашей сегодняшней встречи. Второе послание к Арифинам, 3 глава, 18 стих. Мы не можем завершить наше изучение без этого текста, потому что он вспоминает о прошедшем с Моисеем на горе Синай. Поэтому мы закончим там же, где и начали. Мы начали с Моисеем общающегося с Богом, когда он изменялся, преобразовывался и открывал славу Божию Израилю в богоподобном характере. Второе корифинам, 3,18. Мы же все открытым лицом. Израиль просил Моисея покрыть свое лицо покрывалом. Они не отражали славу Божию. Они всегда жаловались и роптали. Они не открыли Божий характер, потому что не видели его славу. Они сказали покрой лицо свое. Слава не распространялась от Моисея к народу. Бог желал, чтобы слава излучалась от него на Иисуса, а затем на Моисея. Затем Моисей с открытым лицом делился бы ею с людьми. Но народ сказал покрой свое лицо. Мы читаем «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Что нам нужно созерцать? То же, что созерцал Моисей. «Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся». Это не происходит за один день. Чем больше времени мы проводим с Богом, тем больше мы взираем на Него, тем больше мы изменяемся в Его подобии. Но чем больше мы смотрим по телевизору на насилие, на секс, на все другие пороки, изливающиеся из него, тем больше мы будем преображаться во все это. Это закон нашего ума. Мы состоим из того, что мы употребляем. Физически мы едим ртом, а духовно мы едим ушами и глазами. И мы представляем собой нашу пищу, будь то физическая, либо духовная пища. Не думайте, что если вы большую часть времени проводите перед телевизором, вы будете отражать характер Иисуса. Так никогда не будет. Если мы желаем отражать характер Иисуса, то нам нужно проводить время с кем? Проводить время свое с Иисусом. Поэтому и сказано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же Иисусом. И заметьте, кто это делает, как от Господня Духа. Это напоминает мне о происшествии, которое произошло несколько лет назад. Я проповедовал в одном городе, и ко мне подошла девушка и сказала, «Пастор Бор, знаете ли вы такого-то и такого-то человека?» Не буду упоминать имени. Девушка спросила меня, знаю ли я этого человека? Я ответил, «Конечно знаю. Он был одним из моих лучших студентов в течение трех лет. Он блестяще заканчивал все дисциплины, которые брал. Он был превосходным студентом. Девушка сказала, «Я хотела вам сказать, вы проповедуете точно так же, как и он». Я улыбнулся. Между прочим, этот человек приехал в наш здешний семейный лагерь. Поэтому, как вы думаете, он проповедует в той же манере, в которой проповедую я. Он провел со мной в одном классе три года. Как можно было этого избежать? Это ведь заразительно. Во время, которое мы проводим с кем-то, мы впитываем в той или иной степени характер этого человека, а потом отражаем его. Вы понимаете, о чем я говорю? Чем больше времени мы проводим с Иисусом, тем больше мы похожи на Него. И люди будут говорить, как они говорили про апостолов, видя смелость учеников Христа, их постоянство. Люди сказали о них, они были с Иисусом. И эта слава была не их славой. Слава и честь воздавались при этом Иисусу, Господу, которому они служили. Хочу прочесть одно утверждение в заключении. Оно написано в великолепной изумительной книге утренних чтений, написанной в несколько лет назад под названием «Сыновья и дочери Божьи», страница 337. Я люблю это высказывание. Оно звучит так. Созерцая Христа, «Созерцая Христа, говоря о Нем, взирая на великолепие Его характера». Как нам взирать на великолепие характера Христового? Где на Него смотреть? В Слове Божьем. Как нам иметь общение с Ним? С помощью молитвы. «Созерцая Христа, говоря о Нем, взирая на великолепие Его характера, мы изменяемся, преобразуясь от славы в славу». «Что же такое слава?» спрашивает она. «Это характер». И таким образом мы изменяемся от характера к характеру. Таким образом мы видим, что имеет место работа очищения, которое совершается с помощью созерцания Иисуса. Работа чего? Когда мы созерцаем Иисуса, работа очищения. Чем больше мы видим Иисуса, чем больше времени проводим с Ним, созерцая Его, тем больше мы уподобляемся Ему. И в этом тексте, 2 Коринфянам 3, 18, слово, переведенное как «преображаемся», это греческое слово метаморфозис. Вы знаете, что это значит метаморфозис? Я спрошу, чем гусеница похожа на бабушку? Или чем головастик похож на лягушку? Совершенно ничем. разные животные. Головастик, как мы его в детстве не называли, например, мальком. Вы слышали такое? Малек похож на маленькую рыбу. Но пройдя через процесс метаморфозы, этот малек уже не головастик, а лягушка. То же самое происходит и с гусеницей. Гусеница запечатывает себя в куколку и через какое-то время куколка разрушается, но гусеница оттуда уже не выходит. Вместо нее выходит прекрасная бабочка. Этот процесс называется метаморфозой. Что же касается и наших отношений с Иисусом, Бог желает иметь в мире народ, который будет отражать его славу этому миру, славу каждого аспекта его характера. В эти последние дни люди, принявшие весь первого ангела, который гласит «поздайте ему славу», не могут дать того, чего они не приняли. Но принимаем мы ее в общении с Богом. Бог скоро будет иметь народ, который наполнит всю землю славой своего характера. Люди не будут больше говорить «взгляните на этих людей, разве они не прекрасны, разве не изумительны?» Они будут спрашивать «какому Богу служат эти люди?» они так добры, так любящие, так справедливы, так честны, так истинны. Откуда они все это взяли? И люди будут приходить, чтобы увидеть секрет нашей славы, подобно царлице Савской. И тогда мы сможем направлять их к источнику славы, славы Иисуса Христа. Позвольте спросить, понимаете ли вы сейчас, о чем говорит первый ангел, объявляя повеление воздать славу Ему? Первый ангел фактически говорит, соблюдайте его заповеди, будьте послушны ему, он призывает отражать Божий характер миру. И я молю Бога, чтобы все мы отражали этот характер. отражает 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 Перевод и озвучивание Кожевникова Павла